От него зависит наше развитие, наши возможности, трудоспособность, благополучие, в общем, качество жизни. Мы говорим о здоровье. Беречь его не просто наше общее устремление. Это одна из важнейших государственных задач. Поэтому на развитие сферы здравоохранения направляются миллиарды рублей. Ведь его уровень необходимо постоянно повышать. В вопросах профилактики заболеваний, оказания медицинской помощи, технического оснащения медучреждений, научно-исследовательской работы. Плоды вложений в здравоохранение в последние годы все больше видны и в Архангельской области. Важной частью демографической политики, о необходимости совершенствования которой говорит президент России Владимир Путин, стало строительство перинатального центра в столице Поморья. Он принимает в своих стенах будущих мам из разных районов региона, прежде всего тех, кто нуждается в получении наиболее высокотехнологичной медицинской помощи. За одну только первую неделю лета в перинатальном центре родились более 40 маленьких жителей области. Кто-то уже прошел через руки опытных хирургов-неонатологов. Кому-то, возможно, еще предстоит. Здесь будут проводиться нейрохирургические операции, кардиологические операции по мере возможности, экстренные операции и операции абдоминальные. Архангельский перинатальный центр работает по принципу замкнутого цикла. Все дети, которые здесь рождаются, выписываются домой, получая всю необходимую помощь в стенах одного учреждения. В отделении реанимации новорожденных, конечно, применяются самые последние достижения развивающего ухода. Поэтому эти детки постоянно могут находиться с мамой. Сами врачи находятся на постоянной связи с коллегами из других регионов, используют возможности телемедицины. Мы можем консультироваться с нашими коллегами из федеральных центров в режиме онлайн-консультаций, как, например, было вчера, когда по поводу одной пациентки с проблемами у ее плода мы провели консультацию, так называемую онлайн УЗИ-консультацию, когда мы, проводя УЗИ-исследование, транслировали ее в федеральный московский центр. Кстати, оборудование для УЗИ, как и любое другое в перинатальном центре, самое современное. Последством ультразвукового датчика Ольга Доманова слушает, как бьются сердца двух ее сыновей, которые вот-вот появятся на свет. Родить женщина планировала у себя в Коножском районе, но потом передумала. Слышала, что новый центр. Хотелось очень, конечно. Плюс такая у меня беременность интересная. На компенсацию проезда беременных в областном бюджете предусмотрены миллионы рублей. Мощность здравницы рассчитана более чем на 5 тысяч родов в год. За первые два месяца в перинатальном центре на свет появились почти 500 малышей. Кстати, будущих мам здесь ждут не только по направлению с патологиями. На базе центра работают курсы до родовой подготовки, а для тех, кто еще только планирует беременность, открывается отделение репродуктологии. Что касается малышей, родившихся с очень низкой массой тела, наблюдать за ними будут в открывшемся отделении катамноза. Один, наверное, из таких постулатов или принципов работы нашего отделения – это быть все вместе. Не рядышком, а именно вместе. То есть и родители, и педиатры, и специалисты, которые нам помогают в лечении этого ребенка, они должны понимать, что только общая работа будет приносить какой-то результат в дальнейшем. В прошлом году потребность в такой всесторонней поддержке была почти у 250 малышей. Дочка Юлии Тишковой, Аня, появилась на свет 9 месяцев назад с экстремально низкой массой тела – чуть более 900 граммов. Именно для таких детей, а также их родителей и предназначено отделение. В отделении катамноза будут работать специалисты, которые будут помогать мамам, давать советы нужные, чтобы мамы не терялись. Потому что самое главное – это помощь маме в объяснении, как ей дальше жить с малышом. Врачи отделения, а это хирурги, офтальмологи, потоларингологи и психологи, уже работают с детьми 2016 и 2017 годов рождения. Ежедневно принимают до 8 малышей. Первый прием ровно через месяц после выписки. Дальше дети распределяются на три группы, как они будут наблюдаться. Это уже по медицинским показаниям. Наблюдать за малышами, которые родились с низкой массой тела, медики будут на протяжении трех лет. Кстати, в Министерстве здравоохранения Архангельской области отметили, что по имеющейся статистике, за 5 месяцев 2018 года, с начала маршрутизации рожениц в родильные дома областного центра, уровень младенческой смертности в регионе снизился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так решается одна из задач, поставленных президентом страны, в том числе и в его новом указе от 7 мая 2018 года. В сфере здравоохранения, демографии в нем уделено большое внимание. С целью проверить исполнение в регионе этого указа, в Поморье побывал полпредпрезидента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. Возможности и перспективы медицинской помощи он оценил на примере Новодвинской больницы. К ней приписаны около 40 тысяч человек, в том числе 8 тысяч детей. Кадровая проблема здесь понемногу решается за счет целевиков, а также предоставления служебных жилья специалистам. Модернизация учреждения идет по всем фронтам. У нас выделились денежные средства на ремонт компьютера на томограф, это более 6,5 миллионов. Новый рентген установлен, это 12 миллионов. Мы получили стоматологическую установку новую в том году, получили нейрохирургический набор, получили набор для сканирования головного мозга при черепно-мозговых травмах. В программе, инициированной президентом Российской Федерации по детству, нам сейчас выделяют денежные средства для приобретения экспертного УЗИ-сканера. Своими силами дорогостоящие оборудование не потянуть. Финансирование идет из бюджетов всех уровней. Модернизацию поддерживают и спонсоры, в первую очередь АЦБК. Она необходима. У нас еще есть вопросы, касающиеся новообразования, особенно онкологических заболеваний. Мы говорили сегодня о здоровье женщин. Те направления, программы здравоохранения, которые заработаны в Архангельской области, по защите женского здоровья, они очень важны, и мы их очень поддерживаем. Первоочередная задача, которая стоит перед регионом – повысить качество первичной помощи. Федерация готова оказывать в этом вопросе поддержку, как уже делает это относительно детских поликлиник. На детские поликлиники и больницы нам дано почти полмиллиарда рублей. 449 миллионов рублей выделено уже. То есть мы уже в фазе реализации целого ряда программ. Мы будем делать это и дальше, но вот с неким особым подходом к первичной медицинской помощи. Деньги получат три десятка медучреждений региона. Во-первых, будет приобретено дополнительное оборудование. Во-вторых, созданы так называемые зоны комфортного пребывания – игровые комнаты, колясочные. Вопрос качественного оказания первичной медицинской помощи в районах будет решаться в том числе и за счет открытия фельдшерско-акушерских пунктов. До конца 2020 года в Поморье появится 22 ФАПа, 16 за счет областного бюджета. Деньги на еще шесть модульных пунктов даст федеральный центр. Из областного центра в районы вскоре отправится передвижной флюорографический кабинет. Подобных в регионе теперь три. Новый закуплен для архангельского противотуберкулезного диспансера. Стоит более 13 миллионов рублей. Благодаря такой технике в год можно провести около 16 тысяч исследований. Вот именно такой формат кабины, когда проходная система позволяет действительно ускорить обследование посетителей. Вместе с водителем по населенным пунктам области отправится только фельдшер-лаборант. Всю информацию с данными исследований он будет высылать по защищенным каналам через интернет в центральное отделение больницы. Еще одно новшество кабинета – усовершенствованное программное обеспечение. Получение изображения рентгеновского основано на более продвинутом принципе электронной матрицы. Это изображение получается в более сжатые временные рамки. Пропускная способность из-за этого увеличивается. Этот флюорографический кабинет на колесах – не единственный пример совершенствования мобильной медицины. В этом году мы планируем приобрести мобильные установки, которые будут называться врачебные амбулатории, мобильная установка, которая будет в себе включать цифровой маммографический комплекс. И к концу года эти установки начнут работать на территории области в соответствии с тем, где они будут прикреплены. На покупку нового оборудования в этом году областной бюджет потратит 120 миллионов рублей. Современное оборудование требует и соответствующей подготовки от специалистов. Наши врачи постоянно повышают свою квалификацию, приглашают на мастер-классы коллег из ведущих медицинских центров страны и зарубежья, проводят новые виды операций. Уровень нашей медицины именно в нашей больнице, ну и в России, конечно же, достиг такого уровня, когда мы можем разговаривать практически на равных с ведущими клиниками зарубежья и нашей страны в том числе. Так этим летом архангельские специалисты ассистировали именитому израильскому хирургу Андрею Кейдару. Провели операцию по желудочному шунтированию, эффективному, а зачастую и вынужденному способу борьбы с ожирением. Эта операция основана на том, что при ней еда из желудочного кармана переходит сразу в точку, которая уже находится 2-2,5 метра от начала тонкого кишечника, и таким образом всасывание комбори уменьшается тоже. В Архангельске такая операция проводится впервые. Прежде уменьшение функциональной части желудка делали только методом рукавной резекции. Плюс в том, что эта операция делается через проколы. То есть раньше все эти операции делались открыто, тяжелый послеоперационный период, пациент не может встать, не может ходить, двигаться полноценно из-за боли. Сейчас же, учитывая, что будет всего 5-6 проколов, задача пациента, ну то есть он может встать и пойти уже вечером, и он должен это сделать, чтобы быстрее поправиться. После такой операции пациентка, по прогнозам хирургов, за год избавится от 50 до 60 лишних килограммов. Кстати, одновременно с шунтированием в соседней операционной первой городской больнице прошел хирургический мастер-класс австрийского коллеги. Впрочем, опыт наши врачи перенимают и у отечественных аскулапов. В контакте с ведущими специалистами из Москвы они освоили новейшую методику борьбы с мерцательной аритмией – таракоскопическую абляцию. Через специальные проколы врачи добираются до поврежденных волокон и прижигают источник аритмии. Раньше для хирургической коррекции этой патологии требовалось вскрытие грудной клетки. И сегодня, вернее на этой неделе, сделан качественный шаг, прогресс в освоении этой методики. То есть мы стали более, еще безопаснее выполнять эту процедуру и, соответственно, более эффективно. Эта технология появилась всего 12 лет назад, и владеют ей в нашей стране не более 15 хирургов. Главное достоинство этого и других современных видов операций, которые осваивают наши специалисты – быстрое восстановление пациента. Через считанные дни они могут покинуть стационар, а через пару недель вернуться к привычному ритму жизни – главной ценности, дарованной человеку.